Комедии в Казахстане снимаются очень часто, но любовь и внимание зрителей такую частоту оправдывают, а некоторые картины даже обретают продолжение. Интересно, о чем это я? Давайте посмотрим материал наших корреспондентов. Первая часть фильма «Брат или брак» зрителю пришлась по вкусу. На волне успеха картины создатели решили снять сиквел. Съемки второй части, кстати, проходят в очень живописных горных локациях. Все будет по-другому, и как в первой части, намного насыщеннее, локации много, актеров тоже много интересных добавилось, не только казахстанские и других стран, можно сказать. Я думаю, что всем понравится, потому что мы максимально постарались, чтобы зрителям было интересно. Надо в любом случае делать лучше, чем первую часть. Куралай на достигнутом не останавливается. Да к тому жиловка совмещает актерскую и продюсерскую деятельность. Проектов много, предложения тоже часто поступают в последнее время, после первой части «Брат или брак». Рассматриваем все варианты, но уже у нас запланировано есть несколько проектов на будущее. Также мы объявляли до «Брат или брак 2», что мы запускаем проект про ограбление банка. Это тоже у нас. Сейчас ждет своего часа, можно сказать. Помните того напыщенного, самовлюбленного, бывшего главной героини из первой части? Так вот, в сиквелы он тоже задействован. Каким именно образом, создатели пока держат в секрете. Но мы у исполнителя этой роли Теокеля Мусулима кое-что все же разузнали. Сюжет также продолжится вместе с братьями, вместе с семьей, вместе с Гохой, с Айдарчиком. И семейная какая-то тематика будет. И в целом, я думаю, вполне интересно, потому что у нас в Казахстане, честно говоря, такого еще не показывали и не было. Да, скромности Теокелю, ой, то есть Марселю не занимать. Хотя актер утверждает, в отличие от своего персонажа, он нарциссизмом не страдает. Что бесспорно хорошо. Между мной и Марселем, на самом деле, ничего общего нету. Я в жизни совсем другой человек. Поэтому это больше, как бы, самоирония, степная над самим собой. И, в принципе, понять, насколько я могу показать себя с такой стороны. Самоирония – это очень даже хорошо. Ну а мы с нетерпением ждем выхода картины на большие экраны. Агырки Бақтубай, Азамат Мадзиар, Хедлайнер.